Алексей Александрович – профессиональный водитель. Много лет он крутил баранки обычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. А теперь мужчина пересел за руль электробуса на базе «Газели Некст». Здесь коробка-автомат, плавный, тихий ход. Мощности батареи хватает на 60 километров. Если заряд подойдет к концу, загорится индикатор. Загорается индикатор, сигнализатор срабатывает, что пора ставить на зарядку. И еще остается 12 километров, чтобы, если вдруг не рядом с заправкой, то можно доехать. Проект по внедрению на российские дороги электрического транспорта стартовал еще в 2014 году. Сейчас экологически чистые маршрутки курсируют по Сочи и Тюмени. В настоящее время мы имеем уже опыт эксплуатации в различных климатических зонах и в разное время года. То есть это и лето, и осень, и весна, и зима. И электробус себя зарекомендовал достаточно положительно. Теперь к эксперименту присоединилась и Московская область. Первый регулярный маршрут электробусов запустили в Одинцовском районе. Его протяженность 7 километров. Он соединит железнодорожную станцию и инновационный центр Сколково. За ходом эксперимента будут следить все перевозчики региона, чтобы в дальнейшем использовать его положительный опыт. Важно, чтобы мы сейчас очень внимательно посмотрели на этот опыт, сделали вывод с точки зрения экономики, безопасности, надежности. После этого можно принимать решение о широком распространении этого маршрута. Сейчас на развитие в регионе электротранспорта влияют сразу несколько факторов. Инфраструктура и отсутствие нормативных документов. Если число станций зарядки постоянно растет, к концу года их в области будет уже более 200, то над бумажной стороной вопроса еще предстоит поработать. Об этом зашла речь на круглом столе, который прошел в инновационном центре Сколково. Если мы берем бензин и дизель, у нас есть методические рекомендации по списанию топлива в затраты компании, то по электрическому транспорту таких нормативов нет. Эти и другие проблемы, которые тормозят развитие электротранспорта, заинтересованные стороны будут решать сообща. И уже к 2025 году по плану территория инновационного центра Сколково будет полностью закрыта для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. А расширение сети станций под зарядки и их доступность будут способствовать увеличению числа экологически чистого транспорта и за его пределами. Продолжение следует...